Приветствую! Поговорим о сроках обновления данных. Вчера у нас возникла полная неразбериха. Одни СМИ говорят, что Министерство обороны поддержало идею продлить обновление данных на 150 дней. Другие пишут, что Министерство наоборот не поддержало. Третьи говорят, что Министерство сначала поддержало, потом передумало. Вообще полная неразбериха. Давайте в этом вопросе разбираться подробно. Итак, начинаем с чего? Во-первых, есть законопроект 11305. Подал его Владимир Арьев. Ну, если быть точнее, там группа депутатов. Арьев идет первый в списке. Они что предложили? Они предложили продлить срок на обновление данных на 90 дней, чтобы в совокупности было 150 дней. То есть с 18 числа отсчитывать 150 дней, а не 60 дней, как это указано в действующем законе. Мол, говорят, что большие очереди в ТЦК и ЕСП, люди не успевают обновить данные, ТЦК не успевает фактически все это обработать. И, соответственно, давайте дадим людям больше времени. Законопроект подан, зарегистрирован в Верховной Раде Украины. И, естественно, естественно, по такому вопросу должно высказать свою позицию Министерство обороны Украины. И вот тут вчера пошла полная неразбериха, в которой мы сейчас с вами и разберемся. Обращаю ваше внимание, что мы будем разбираться не по официальным публикациям, потому что на сайте Верховной Рады до сих пор на момент записи этого видео, а это уже 13, 28, 26 июня, нет письма Министерства обороны. И в информационных каналах Министерства обороны тоже нет никакой информации об этом. Но у нас есть письма Минобороны, которые публиковал депутат Владимир Арьев. И вот их мы и посмотрим. Он утверждает, что это те письма, которые официальные, и можно их рассматривать как достоверный источник информации. Ну что ж, доверимся депутату и посмотрим эти письма. Итак, смотрим мы первое письмо. Это письмо Министерства обороны Украины. Оно вот адресовано Верховной Раде Украины. И здесь что мы видим? Что? Министерство обороны Украины в межах компетенции разглянуло проект закону Украины что до продолжения сроку оновления військово-обликовых данных, регистрационный номер, ось он, 11305, поданный народным депутатам Арьевым и другими народными депутатами, который поддерживается. Бинго! Министерство обороны підтримує этот законопроект. Вот основание для этой новости, которую мы увидели, что Министерство обороны поддержало 150 дней для обновления данных. И если мы пролистаем вот здесь, вот мы увидим, когда это письмо подписано 24 июня в 13.20. И вот номер его, номер нам очень важно запомнить. Этот номер 220 дроб 8804. Ну и опять же, підписувач вот здесь у меров Рустем. Идем дальше, смотрим второе письмо министерства. Это тоже вот бланк, все тоже точно так же. Оно направлено в Верховную Раду Украины. Тот же самый номер, да, законопроекта. А дальше, дальше вот тут начинается интересно. Интересное заключается в следующем. В этом письме уже написано, что этот законопроект не підтримується. То есть вот, все то же самое. Вот оно, що до продовження строку оновлення військовооблікових даних. Реєстраційний номер законопроекта тот же самый. Но тільки він не підтримується. А дальше, вот второй абзац здесь, обратите внимание на вот этот абзац. Лист Министерства обороны України від 24.06.24 номер 220.88.04. Прошу, залыши ты, без розгляду. То есть, что передумал? Ну, я обращаю внимание, вот опять же дата. 25.06.10.46. Ну, а из этого мы можем что увидеть? Что очень хорошо быть министром. Очень хорошо. Это вообще прекрасная должность. Потому что ты можешь сегодня принять решение одно, а завтра передумать и сказать, не, все, то решение, давай-то залышем без розгляду. И тот лист министра, то такое, то случайно мы написали. Ну, вот вопрос. А что значит случайно? Может ли так быть, что Министерство обороны Украины и министр обороны случайно поддержал какой-то законопроект? А потом случайно передумал. Как так? Можно ли ошибочно поддержать законопроект? Вот возникает вопрос. Потому что если мы говорим, что Министерство обороны может ошибочно поддержать законопроект, то возникают вопросы к профессионализму тех людей, которые принимают такие решения. Если же мы говорим, что нет, ошибочно они не могут это сделать, но это слишком глобальный вопрос, чтобы ошибиться в нем, да, и написать «непидтримуются», вернее «пидтримуются» вместо «непидтримуются», то дальше возникает вопрос, а почему же Министерство обороны сначала приняло такое решение, а потом от него отказалось? Что повлияло изначально на принятие решения? И более интересен даже другой вопрос. А что же повлияло на изменение этого решения? Почему Министр обороны изменил свое решение? Обращаю ваше внимание, что в официальных каналах Министерства обороны по этому вопросу тишина. Как будто этого не происходит. Может, конечно, и так. Может быть, депутат Арьев сам пишет эти письма себе и публикует. Мы не знаем, но мы дождемся того момента, когда на сайте Верховной Рады появится позиция Министерства обороны. Я, наверное, видео уже не буду отдельное по этому вопросу делать, а просто в телеграм-канале опубликую вот это уже официальное письмо, вернее, письмо, взятое из официального источника. Ну и таким образом донесу до вас информацию о том, будет ли продлен этот срок, либо не будет. Но, скорее всего, исходя из того, что, ну, как мне кажется, все-таки депутат Арьев, он, скорее всего, опубликовал достоверную информацию. И, исходя из тех позиций, которые до этого представители ведомства высказывали, я думаю, что все-таки до 150 дней продления не будет. И, соответственно, нужно будет все-таки успеть обновить данные до 16 числа. И вот здесь еще раз хочу объяснить, почему я каждый раз вам советую обновить данные. Потому что, если вы не обновите данные, если вот этот срок не будет продлен, то что ждет? Первое, это штраф. И, конечно, вы скажете, ну, там есть примитка, 210-я статья и прочее. Окей, хорошо, согласен. Представим себе, что так все на практике и будет. И этот штраф мы сможем отбить. Но есть еще и второй момент. Напомню, что с точки зрения тех людей, которые будут вам встречаться на улице, на блокпостах и проверять ваши документы, эти люди будут рассматривать не обновление данных, как административное правонарушение. И будут задерживать человека за то, что у него не обновлены данные. Вот мне кажется, что давать повод для задержания, это не самая хорошая модель поведения. Именно поэтому я вам и говорю, что лучше обновить данные, потому что таким образом вы 100% избегаете штрафа и избегаете законных оснований, не даете, вернее, законные основания для вашего задержания. О незаконных задержаниях, ну, речь не идет. Это абсолютно другая история. На этом у меня все. Если вы считаете данное видео полезным, поставьте ему лайк, подпишитесь на мой YouTube-канал. Также приглашаю вас в свой телеграм-канал. Ссылочка на него есть в описании к данному ролику. И традиционно пожелаю вам удачи, благополучия и, конечно же, мира. Пока-пока.